Миколаевская оригинальная дирекция 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 постеров, которые просто продаются, ну, буквально в каждом магазине в американском. Ну, скажем, знаете, вот дети вешают на дверь такой большой плакат с гигантскими колонками и надписью «Если для тебя это слишком громко, ты слишком стар». Ну, для адресованных родителей. У меня Кришьяна Роналда был. Ну, и так далее. То есть, такого вот рода плакат. Вот тем не менее, это проходило в муниципальном выставочном зале. Выставка была в этих плакатах, как сказать, вот американский поп-арт. И мой крестный отец журналистики Александр Иванович Кутузов говорит, слушай, я стал, ты же говоришь по-английски, давай вот ты с этим иностранцем, с американцем поговоришь по-английски, чтобы все увидели. Это что-то буквально там один из первых твоих сюжетов. Ну, я, значит, на языке, который считаю английским начинаю что-то там спрашивать у этого своего англоговорящего собеседника. Он такой, честный, с каких-то мне рассказывает. А мы еще снимали на кино. Я говорю, стоп, 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 со светом что-то не то. Я говорю, да, хорошо, да. И, значит, я опять же, вот этот тщательно заготовленный десяток фраз на английском языке. Я опять ему говорю, он понимает, что кивает. Ну, конечно же, все бывает, да. Ну, так, 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 пленка, 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 так. И, в общем, когда на восемнадцатый раз я ему сказал, ну, it's okay, it's very interesting, please tell me about it. Ну, все-таки, в общем, рассказал. Так что, в принципе, я думаю, что вашим гостям все-таки не приходится столько раз начинать свой стартовый спич. Все-таки не на пленку пишем. Все-таки не на пленку пишем, поэтому, в общем, все познается в сравнении. Есть некое предубеждение, некая позиция молодежи по отношению к каналу, что это вот что-то, что не совсем смотрибельно сравнительно, допустим, с центральными телеканалами. Я не могу сказать, что там часть моих, допустим, сверстников, часть моих друзей, которая, возможно, даже никогда не смотрела канал, поэтому я считаю, это не объективное мнение их, что, допустим, скучно смотреть телеканал Николая. Вот есть такое мнение в городе. Я считаю, что оно не объективно, понятно. Второй прогиб защиты. Ты же работаешь на телеканале Николая. И поэтому, вот сейчас я, чтобы я мог взять и своим сверстникам, младшим, старшим людям показать сегодняшний эфир и сказать, что вот руководство канала опровергает эти все стереотипы. То есть я официально заявляю, что мы интересно, ну-ка быстро все нас смотреть. Все отлично. Фильмы Аболит 66. Помните, там Аболит исполнения Равана Быкова говорит, доктор Аболитов. Я, говорит, запросто всех сделал счастливым. И вот просто издал бы указ завтрашнего дня, все должны быть счастливыми. Кто не хочет быть счастливым, того как улыб. Я понял. Инвег, на какой вопрос? Скажите, когда ты работаешь на телевидении и смотришь, ну, дома все мы смотрим телевизор, смотрим программу, меняется ли отношение и вообще восприятие этого продукта? Я не говорю сейчас о телеканале Николаев, другой какой-нибудь. Включаешь телевизор и смотришь какую-то там программу. Вы смотрите на это как зритель или как человек, который понимает, так, тут задействовали машину, там еще что-то, вот ресурсы какие. Как это все делало? С кухней изнутри. Сейчас уже сложно смотреть как зрителю, потому что, да, смотрю уже больше с профессиональной точки зрения. С какой стороны снимали, где там что поменяли, какой применили эффект. Поэтому, потому что, когда стала работать здесь, стала понятно больше кухня, которая у нас здесь. Потому что, когда смотришь просто как зритель, ну, что там, красивая картинка, ну, наверное, там где-то оператор, вот он ведущий, вот оно все легко и просто. Когда ты попадаешь сюда, ты понимаешь, что это нифига не легко, не просто, что это очень большая и кропотливая работа и очень-очень много задействовано людей для того, чтобы конечный продукт все-таки был действительно осмотрим, красивым и ярким. Я знаю, что вы являетесь инициатором идеи, еще небольшая такая завеса на тайна. Скоро на нашем телеканале выйдет очень крутое, я считаю, реалити-шоу. Как пришла эта идея и как она реализовывалась? Были ли сложности? Ну, это вообще авантюра, скажем так, на нашем канале. Реалити-шоу, даже, ну, возможно, не на нашем канале, а в принципе, вот... В Николаеве. В Николаеве. Такой формат запустительный. Потому что настоящий формат реалити-шоу, он подразумевает, конечно, очень-очень большие ресурсы, в первую очередь и денежные, ну, в первую очередь и в самую главную очередь. У нас есть партнеры, друзья канала, скажем так, клуб директоров. Они обратились с идеей поляризировать предпринимательство. Ну, и обычно, простым путем, да, там, ну, давайте создадим какую-то программу, где будем рассказывать о предпринимателях, о их достижениях, показывать каких-то успешных, ну, давайте. А потом родилась уже идея у нас сделать популяризацию все-таки предпринимательства через интересный продукт не только для предпринимателей, которые будут это смотреть, а вообще, в общем-то, для большой аудитории. И родилась идея реалити-шоу. У меня директор — это мини-реалити-шоу, потому что там всего будет 4 серии, ну, потому что небольшой промежуток времени на саму съемку у нас был. Но я очень надеюсь, что это хороший... Получится продукт, достойный, накануне не совсем... Удачный начало половиной дел. Да, удачный старт для того, чтобы можно было понять, что мы, в принципе, можем такое делать. Все-таки реалити-шоу — это... Ваши стереотипы, на которые мы пытаемся... Да, да, что вот, вот мы их и ломаем сейчас прямо. Получается. Да. Я надеюсь, Даша, все у нас получится. Первый, мне кажется, стереотип мы разломали, когда запустили на контраргумент на телеканале «Николаев», когда была возможность неподготовленным прийти на программу и говорить то, что ты думаешь, и обговаривались разные важные социальные проблемы. Ну, вообще, тут очень многие вещи происходят от противного, да. Я бы даже сказал, от отвратительного, а не просто от противного. Потому что мой вот первый такой чувственный опыт связанного с телевидением, вот то, что вот Ирина говорит, да, когда ты смотришь со стороны, ну, как-то там легко, да, а фигня там, выключу там, или там, ну, ничего так, ну, ладно. А когда ты понимаешь, как это делается, когда ты к этому лично причастен и понимаешь, что это, в общем-то, и оценка твоей собственной работы, конечно, это совершенно меняется знание. И буквально вот первые дни нашей, моей работы в качестве директора на телевидении, еще, по-моему, даже не был директор, располняющий обязанности, как раз только-только оккупировали Крым. И возникла такая идея сделать супер-марафон, то есть задействовать все Николаевские каналы, которые имеют возможность работать в прямом эфире, наши два радиоканала, «Будь как выли», и «Радио Николаев», для того, чтобы вот собрать деньги на помощь переселенцам. И тогда мы подключились в телемост со Львовом, они рассказывают там, как они это у себя, эту проблему решают, потому что, в общем-то, ну, проблема-то наша общая беда. И в нашу студию пришли очень такие значимые гости, представители областного совета, по-моему, был губернатор, ну, в общем, все первые лица. И они были, действительно, там были волонтеры, они были очень убедительные, они были очень яркие, они были очень интересные, ну, это были люди, которые вот буквально только что вот руками что-то делали для того, чтобы помочь переселенцам, вот они пришли, вот об этом рассказывают. А во Львове это был, ну, там, скажем так, вот второй шамон, там, заместители, там, помощники и так далее. И, с одной стороны, у нас великолепные собеседники, с другой, просто катастрофический контраст между студией во Львове и студией здесь. Ну, там, ковролин, там, куда черники на полу, там, еще что-то. Я так увидел, думаю, господи, я вот все сделаю, чтобы нам не стыдно было выходить на любые телемосты. И вот, собственно говоря, как обычно у нас это бывает с Ириной, моя идея и ее воплощение. Начала искать, там, какие-то варианты с, там, супер-пупер, каким-то, там, профессиональным линолеумом, искать какие-то, там, как правильно сделать декорации и тому подобное. И с контраргументом была такая же история. Ко мне обратились, буквально только-только после Майдана, там, прошло пару месяцев, обратились наши общественные деятели Николаевские, и давайте сделаем вот такой круглый стол. Ну, давайте сделаем. Собрали людей, нормальных, интересных. Вот они сели, а декораций нету, а здесь черный такой ковролин. И света какой-то такой у нас тут тоже какой-то непонятный. И вот, значит, тут картина. Так вот здесь вот сидит ведущий. Вот, помните, как «Джентльмены удачи», помнишь? Да, да. А здесь так по кругу, знаете, как родственники, оплакивающие безвременно ушедшего покойника, в такой мрачной позе, не знаю, куда деть ноги, сидят вот как-то вот так вот печально, участники этого круглого стола. Они все были в черном. Да, они все в черном. Подготовились. Да, а здесь такая, знаете, такая режиссерская задумка, такое стекло на полу, знаете. И одинокий фонарь так оттуда в свете. И все так сидя. И музыка из крестного отца. И печально так что-то обсуждают. Ну, потом выходим, говорят, ну, да, да, ну, прошу, да. Ну, только не говоришь, ну, бедненько, ну, чистенько, ну, бедненько, ну, бедненько. А потом прошло, значит, там буквально какое-то там небольшое время. Ну, я говорю, слушайте, ребята, а что к нам вот опять не приходите? Говорят, ну, вы же, мы так поняли специально. У нас черная одежда закончилась. Ну, вы же, говорит, сделали так. Ну, вы же, по-моему, дали понятие, что вы же не хотите, вы специально, чтобы мы не приходили к вам больше. Я так понимаю, нет, я понимаю, нет, надо срочно что-то делать. Ну, и вот, собственно, появился вот этот проект «Контр-аргумент», опять-таки, благодаря в значительной степени Ирине Викторовне, потому что именно она как-то очень быстро, причем это тоже у нас происходило через многочисленные скандалы, через буквально ежедневно пишущееся заявление об уходе. Я не буду этим заниматься, кому это надо. Как ты хочешь сегодня-то вчера, как это можно сделать? Потому что я погодил, и так-так-так, удачу, мне надо вот так, и здесь вот так, и вот так вот ездило, а я так, вух, а я так, вух, а я так, раз, а я что не понимаю, как это можно делать? Ну, понимаешь, я-то филолог по образованию, а она инженер. Ну, то есть, ей надо, чтобы все было весомо-грубозримо, а я ей там нарисовал, наверное, как он тоже на эти листики, какие-то кружочки, стрелочки. Значит, так, смотри, вот здесь вот она вот так, вот здесь заходит, а я так, раз, так, а вот так, а вот так, блин, отсюда. Теперь мне все это посчитать. А теперь это все посчитать. Сколько стоит? Бжи. Вот. С метод так и убивается. Ну, короче, когда бы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, то, в общем, и таким вот образом, вот, знаете, из этого просто очень эмоционального желания сделать по-другому, ну, и, в общем-то, наличие вот этого вот рационального подхода у Юрины, вот у нас мы соединились таким образом, и, в общем, получилось, да, и получился контр. Причем, заметьте, да, вот, даже вот в этом вот названии есть две части, контр и аргумент. И аргументы были с одной стороны, да, а тут контр в действии такого инженерного подхода. Да, ну, так что вот таким вот образом, первым было эмоциональное желание все-таки сделать так, чтобы, вот, как вы говорите, нас хотели смотреть. Потому что телевидение, вы знаете, у меня был коллега Миша Кукин, который говорил, за что я люблю телевидение, закрыл глаза и уже радио. И вот это составное телевидение, да, вот хотел, чтобы люди смотрели и видели что-то интересное, видели классную картинку. И что потрясающее, что вот ко мне на этот контр-аргумент, ну, так с Большой Пасхой на первое пришли вот те вот участники этого вот травмного угона стола, да, и... В черных костюмах. Да, они говорят, ну, ничего себе, нормально вот так вот. Ну, теперь будем ходить. И вот каждый раз, когда они приходили, видели что-то новое и говорили, ну, да, мы вообще видим, что вы тут меняетесь, что к вам, с вами имеет смысл, мне дело. Поэтому, если вот серьезно отвечать на ту часть вопроса вашего, да, относительно стереотипов, где стереотипы складывались годами. Понятно, что вот раз и все поменять очень сложно. Однако, ну, вот огромная моя гордость, опять-таки, это огромное благодарность Терене Викторовне, что мы, что называется, из ничего, практически за 8 месяцев создали новую, современную, классную студию для новостей. Очень много вот таких проектов, они фактически вот действительно появляются из ничего. Они появлялись на вере, вот в том числе и тех людей, которые после этого первого неудачного опыта поверили. Ну, ладно, знаете, вот американцы говорят, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое благоприятное впечатление. Вот с первым у нас не заладилось, но они нам дали все-таки уникальный второй шанс. Ну, ладно, пацаны, попробуйте, да. И у нас это удалось. И вот в том числе благодаря поддержке таких людей, которые увидели, что здесь что-то меняется, что здесь людям интересно, что здесь коллектив горит, что здесь действительно делается что-то новое, сказали, ну, хорошо, будем вам помогать. И вот это стало появляться. Поэтому до тех пор, пока не увидишь, ну, понятно, что не поверишь. Но, по крайней мере, один раз стоит просто хотя бы посмотреть. Ну, я точно, вот, выпишу тезисы, и всем, кто будет говорить, что это скучно и неинтересно, я всем донесу мысль, что посмотреть. Да, минуточку хотя бы посмотрите. Да, я это обязательно донесу. Спасибо вам огромное за то, что сегодня нашли время, пришли к нам в гости. Друзья, напоминаю, что сегодня мы празднуем день рождения. На студии был Ярослав Индиков, это директор в Игначе филе национального компании Украины Макулайской региональной дирекции, я правильно напевню. Ну, ну, это, что Яна смотрит, кто же был у вас в гостях, потому что за столько времени я так и не выучила. И Ирина Белоус, перший заступник. Надеюсь, мы будем дальше работать на этом канале. Спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Спасибо.